Я их собирала для дальнейшей своей работы. Грамоты, дипломы, кубки по образованию Галина – хореограф. В студенчестве мечтала построить танцевальную карьеру, но жизнь внесла свои, как оказалось, приятные коррективы. Когда ещё в школе училась студенткой, думаю, ну, будет один ребёнок, мне достаточно будет карьеру, сейчас все строят. А потом муж хороший у меня. Встретила хорошего мужчину. И родила пятерых девчонок. Первую в 25, пятую – три месяца назад. Конечно, мы хотели бы, чтобы среди девочек были и мальчики. Но получилось, что все девочки. В общем-то, хорошо, весело, девчонки, хорошие, развитые, красавицы, умницы. Николай сам вырос в семье с тремя детьми. Считает, что много детей – это правильно. Галина с мужем согласна, хотя признаёт – жизнь круто поменялась. Первый год – они всегда тяжёлые. Вот у меня даже три годика и три месяца. Разница вроде бы нормальная, не такая маленькая. Но всё равно тяжеловато. В плане одеть двоих ребятишек одновременно, накормить. Или, например, тяжело сама, когда болеют. Но временные трудности забываются, когда мама видит, как растут её принцессы. Все девочки разные. Кто-то шьёт игрушки, кто-то танцует, рисует, играет на музыкальных инструментах, пишет стихи, поёт. Концерты организуют часто, а репертуар выбирают исполнители. Как справляться с характерными маленькими женщинами, у мамы Галины есть секрет. Составлять чёткий план на день и игры, кто вперёд оденется или кто быстрее уберёт игрушки. Но и маме забот хватает. Но зато весело. Никогда не сидишь, не скучаешь. Всегда ты человек за занят. Кстати, Галина настолько увлеклась, что участвует в благотворительности, помогает и другим многодетным мамам советом, вещами, даже юридической помощью. Так как много детей, большая семья, они понимают, что это такое. И они прекрасно понимают другого. И помощь приходит мгновенно. О несбывшейся карьере Галина не жалеет. Свои знания передаёт детям. Смотришь и любуешься. Вот эти вот плоды, они настолько приятные. Они все трудности забываются. И всё это проходит то, что не так легко. А смотришь на ребёнка и любуешься. То есть, что это твоё дитя, и оно пришло в мир. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.